Здравствуйте! Меня зовут Смирнов Алексей. Я рад вас приветствовать в Московском Думе Книги. Сегодня я расскажу о новинках книг для детей и их родителей. Начну я с книги, которая адресована читательскому адресу примерно 80 лет. Но сразу скажу, что во всех книгах, о которых я сегодня расскажу, вы будете сами делать свой вывод о том, на какой возраст эти книги подходят. Кто-то читает раньше, кто-то позже, кто-то с родителями, кто-то без, но тем не менее о возрасте я скажу, потому что все равно это некий ориентир, который будет для вас какой-то помощью от меня в том, чтобы купить эту книгу, обратить на нее внимание или нет. Начну я с книги Михаила Энде, известного немецкого автора, автора книги, известной во всех странах мира «История, которой нет конца» или «Конца, которой нет». По-разному переводят эту книгу. Большая сказочная история, экранизированная, очень красивая. Вот теперь мы на российском рынке увидели впервые от него такую вот замечательную книгу, которая называется «Пунш желаний». Кто же там главный герой? Два такие незадачливые колдуна, которые варят вот этот самый волшебный пунш, который исполняет вот такие некие коварные планы. Там много самых разных забавных, смешных, юмористических сюжетов, коллизий, которые как раз вот и составляют сюжет этой книги. Она легкая для прочтения как родителями детям, так и сами дети, думаю, с удовольствием, благодаря крупному шрифту и симпатичным иллюстрациям в этой книге, могут самостоятельно, в принципе, с ней ознакомиться. Вот такие черно-белые современные на сегодняшний момент иллюстрации украшают это издание, которое перевела Лилиана Лунгина, известная нам как автор книги «Подстрочник», которая является многолетним бестселлером в жанре биографии воспоминаний. В этот последний день перед Новым годом как никогда рано на землю спустилась мгла. Черные тучи застилали небо, а метель мила и мила, засыпая снегом, мертвый парк. Во внутренних покоях виллы «Кошмар» словно все вымерло. Лишь дрожащие блики зеленоватого пламени из приоткрытой дверцы камина плясали по стенам, погружая колдовскую лабораторию в призрачный свет. Обычно, услышав бой часов, тайный советник колдовских наук Вильсивул заморочит, приходил в приотличное настроение. Но в этот предновогодний вечер он только угрюмо взглянул на часы. Погрозив им рукой, он укутался в дым своей трубки и с хмурым видом погрузился в размышления. Он знал, что его ожидают крупные неприятности. И не далее, как сегодня в полночь, как раз в момент наступления нового года. Следующая книга для уже более взрослого возраста, на возраст 12 лет, где-то ориентирована эта серия. А это именно первая книга серии автора Келли Гардинер, «Страш огня» называется вся серия, а книга из этой серии «Кольцо». Итак, главный герой Кристофер в этой книге англичанин, мальчик, живущий во время Второй мировой войны в Лондоне, в то время, когда Лондон обстреливается немецкими войсками, немецкой авиацией и артиллерией. Вот он находит в Лондоне такой вот римский некий артефакт с изображением Феникса, который светится и который переносит его из 40-х годов 20-го столетия прошлого века в XVII век, когда был величайший пожар Лондона и сгорело большинство зданий в этом городе. Итак, прошлое хранит тайны и правильно ли сделал мальчик, надев это кольцо, вы узнаете вот в этой книге, у которой будет продолжение, которая будет называться «Феникс», возможно, будут еще книги. Рекомендую для прочтения, вот именно в таком возрасте, может быть, совместно с ребенком, а может, уже дать ему возможность почитать самому. Оставляйте свои отзывы, насколько эта книга показалась интересным вам, вашим детям. Будем очень признательны. Кристофер по-прежнему слышал звук бомбардировщиков задолго до их появления. Просто это больше не радовало. Когда видишь все эти руины домов, обожженные трубы, обгорелые дымящиеся пожитки, а порой и санитаров, машин скорой помощи, пробирающихся через завалы, становится совсем не до веселья. Он засунул руку поглубже в карман и уставился на грязь, из которой торчали деревянные щепки, осколки старого кирпича, обрывки водорослей и пустые консервные банки с отогнутыми крышками. А еще, вон там. Какая-то странная штука. Он наклонился, чтобы рассмотреть получше. Из грязи торчал поблескивающий в мутном дневном свете маленький округлый кусочек металла. Кристофера внезапно охватило любопытство. Он уже протянул руку, чтобы коснуться заинтересовавшего его предмета, но потом вдруг убрал ее. «Что там у тебя?» – спросил Джинджер. «Не знаю. Дай посмотреть». И Джинджер двинулся в его сторону. Но Кристофер, не дожидаясь, когда тот приблизится, быстро наклонился и схватил этот предмет. Это было «Кольцо». И для более старшего возраста начну, наверное, с книги, которая включает в себя два рассказа. Автор Ева Немеш, наш отечественный автор, современник, которая написала субтитры и «Включите орфографию», так называется, вторая повесть. Две разные сюжетные линии, разные герои. Если бы эта книга попала на полку к тем, кто интересуется Ютубом, соцсетями, то я думаю, что это было бы не случайно. Потому что в данном случае в первой части этой книги рассказывается о блогере девушке Леру Феррум. Такой вот у нее интересный псевдоним, которая ведет блог. И она, к сожалению, до того, как стала звездой, скажем так, соцсетей, попала в аварию со своей танцевальной группой, лишилась руки, и в итоге ведет этот блог с протезом руки. Такая вот очень трагическая история, но, тем не менее, возможная в нашем мире. Не все люди здоровы, к сожалению, не все имеют возможность легко передвигаться, наверное, общаться. Это данность нашего времени. Но, тем не менее, эти люди существуют, и как раз эта книга помогает тем людям, которые имеют какие-то проблемы со здоровьем, какие-то уникальные особенности, так скажем. Не быть ущемленными и не оказаться вне общества. Вот первая часть именно об этом. Вторая часть этой книги – выключить орфографию о мальчике Саше, уже о юноше Саше, который страдает дислексией. И вот это ему помогает, тем не менее, найти своих родителей, которые внезапно исчезают, раскрыть даже некую мошенническую схему, о которой вы узнаете, прочитав эту книгу. Итак, современные издания. Не так много книг для уже не детей, а юношества, где-то 15, 16, 17 лет, которым нужно дать, возможно, какие-то правильные, не с точки зрения современной моды, каких-то направлений в соцсетях, а именно с точки зрения понимания окружающего мира вещей. Вот рекомендую как книгу, которая, ну, заставит задуматься, заставит почувствовать, будь более, наверное, с развитой эмпатией, чем вы были до прочтения этой книги. Рекомендую, оставляйте отзывы и комментарии, пожалуйста. Привет всем подписчикам и тем, кто еще не подписался. Не сомневаюсь, что вы это сделаете прямо сейчас. Сегодня в последнем слове, как обычно, я, Саша Герц и Валерия Хлебникова, или всем известная Леди Феррум, да-да, та самая, победитель дэнс-шоу настольной игры. Лер, привет, рад видеть. Здрасте, прими мои поздравления. Поздравления от всей нашей команды. Ты счастлива? Ну, вроде да. В чем секрет успеха, как думаешь? Секрет в том, короче, я победила, потому что я такая. Нет, я, конечно, могу танцевать. Могла. Если бы не могла, то я бы туда не пошла. О, Лера протягивает мне свою невероятную руку. Так, стоп, она получается левая. Упс. Ну, давай здороваться левой. Ты уверена? Можно? Хорошо, я аккуратно. Точно ничего не сломаю? Нет. Ладно, верю на слово. Так, хорошо. Кто соавтор, вдохновитель твоей победы? Ну, наверное, тот водитель. Постой, вот это поворот. Мы можем об этом поговорить. Готово? Ну да, тот поворот и тот овраг. Не про репетиции же рассказывать, их почти не смотрят. Ну, и завершу небольшой вот свой сегодняшний обзор. Книгами, которые, на мой взгляд, в прошлом, в этом году поразили читателей любящих жанр фэнтези. Это сегмент такой взрослой Янг и Далт. То есть это уже такие вот взрослые подростки, но тоже 16+. Анна Беннинг, «Вихрь. День, когда разорвался мир». И вторая книга вышедшая буквально на днях и появившаяся в наших магазинах. «Вихрь 2. Девушка, которая прорвалась сквозь время». Вот так называется вот эта последняя книга. Итак, о ком же эта книга? Это книга о том, что в нашем мире произошли некие энергетические вихревые потоки. И главный герой Элейн, девушка, которая смогла, скажем так, не превратиться в зубное существо. Их называют сплитами в этой книге. То есть это люди огня, воздуха, земли. То есть со своими особенностями, со своими способностями. Но они в этом случае представляются нам как такие вот отрицательные герои. Она является положительным героем, тоже приобретает способности противостоять вот таким вот людям стихий. И об этом вот эти две книги, которые рекомендую, как хорошее фэнтезийное чтение. Стиль фэнтези, он, конечно, очень популярен и имеет право существовать. Все мы знаем прекрасно целую сагу о Гарри Поттере. Это как раз вот то самое начало, наверное, любви к фэнтези в нашей стране в том числе. И Беннинг, мне кажется, тоже здесь не последний автор, который готовый поразить своими новыми сюжетными поворотами. Если вы уже прочитали одну из этих книг, думаю, что первую, да, ждем ваших отзывов, ваших комментариев. Нам было бы это очень интересно. Я готовилась к этой гонке несколько месяцев. Это был последний заключительный экзамен, который предстояло сдать нам, кандидатам. А также самая великая честь, какая только могла быть оказана человеку, живущему на Земле. Наконец-то мы действительно прыгнем через вихревой поток, а не будем снова и снова отрабатывать технику правильных прыжков на симуляторах. Мы сможем показать, чему научились за последние годы, а также выяснить, кто из нас способен стать настоящим бегуном. Спасибо вам за внимание. Ждем в московском доме книги, где вас ждут еще много-много-много новинок. Спасибо. 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 Спасибо.